Кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, сама летит к вам. Моментальная доставка в любую точку России и снятие наличных без комиссии в любых банкоматах. Всем огромный привет, добро пожаловать ко мне в гости на мой канал и я очень рада приветствовать вас в новом видео. Сегодня буду заниматься делами на съемной квартире, нужно мне здесь прибраться и убрать елку. Да, так поздно убираю елку, но кто меня смотрит давно, с самого начала, знает, что елку я никогда рано не убираю, а в этом году, тем более, что мы ее нарядили практически под самый новый год в конце декабря в связи с продажей квартиры, с переездом на эту на съемную квартиру, поэтому елочка нам совершенно не надоедала и если честно, дома-то у нас особо и не бывает, мы в каких-то разъездах, по магазинам, в нашем доме очень времени много проводим с детьми постоянно, куда-то нужно ездить и ходить, поэтому елку только видели в основном утром, когда завтракали и уже вечером, поэтому елка вообще совершенно не надоела и еще елочка не надоела, скорее всего, потому что была украшена в очень легких, светлых, базовых цветах, это золото и белый и такая она была воздушная, невесомая и очень-очень много на ней гирлянды и если бы я стала украшать с акцентами красными шарами, как и планировала до продажи квартиры, то думаю, что елочка бы, наверное, уже бы к этому времени поднадоела, а благодаря тому, что, во-первых, мы ее поздно и поставили и в таких вот светлых оттенках она стояла у нас, елка совсем не надоела, если бы, конечно, не на календаре, сейчас был бы, наверное, не февраль, я бы еще бы ее бы оставила, потому что, как и повторяюсь, вообще елочка никак не надоела и всегда елку убираю после моего дня рождения, буквально несколько дней назад было мое день рождения, хочу сказать огромнейшее спасибо девчонкам, кто поздравлял в чате, в телеграм-канале, еще раз всем огромнейшее спасибо, было мне очень и очень приятно читать ваши поздравления и пожелания. Как и сказала, то, что в квартире проводим не очень много времени и вот сейчас решила выделить несколько часов, чтобы убрать елку, весь новогодний декор, практически соберу всю посуду, которая связана также с зимней, новогодней тематикой, различные украшения, в принципе, на квартиру сюда везли немного, потому что, ну, съемное жилье, как ни крути, нужно будет везти обратно, это также время, место, куда нужно это все складывать, но, тем не менее, несколько коробок, конечно, все равно у меня собрались, и с игрушками немало было коробок, также гирлянд сюда привозила, наверное, штук семь, потому что несколько гирлянд еще брала на дачу, когда мы ездили отмечать Рождество, и всегда было жалко выделять времени на то, чтобы убрать елку, потому что, если остаешься дома и занимаешься вот такими вот делами, это означает то, что не попадаю в дом, там не позанимаюсь какими-то делами, и благодаря моей силе, да, то, что в моих возможностях там не прибудет за это время. Елочку убираю одна, потому что Ваня в доме занимается делами, дети на занятиях, поэтому, да, наряжались детьми, а убираю я одна, но ничего, если честно, мне кажется, даже получилось быстрее, потому что дети опять бы стали каждую игрушку перекладывать, сортировать как-то на диван бы, везде бы раскладывать, поэтому, в принципе, не очень много времени потратила, игрушки буквально за минут 7-10 сняла, вот немножко подольше провозилась с гирляндой, но тоже минут, наверное, за 20-25 я всю ее размотала, здесь было 5 гирлянд на этой елке. Но какую красоту они давали все вот это время, это того стоит потратить время и намотать, и размотать, потому что елочка была просто невероятно красивая и очень радовала глаз, плюс в этой квартире не очень светло, и благодаря вот этому свечению, конечно же, комната преображалась и становилась намного в ней светлее. И пока сматываю гирлянду, хочу с вами поболтать, поделиться, что сейчас происходит в нашей жизни, вот то, что было в последнюю неделю, потому что неделю не было видео, и часто спрашиваете в телеграме, куда пропало, когда будет влог, девчата, честно, никуда не пропадаю, просто физически нету на все времени, потому что львиную долю времени занимает сейчас стройка, ремонт, элементарно съездить по магазинам, куда-то прокатиться, что-то посмотреть, выбрать, взять что-то на примерку в дом, да, времени на это действительно уходит очень много, что-то покупаем в онлайн-магазинах, тоже на поиске той или иной вещи тратится немалое количество времени, и думаю, что когда уже мы переедем в дом, хотя бы на первый этаж, уже влоги будут выходить чаще, как, в принципе, и раньше, просто сейчас действительно времени очень-очень много отнимает стройка, ремонт, плюс еще очень много всего делается своими руками, своими силами, поэтому, да, надеюсь, что вы меня поймете и простите. Также еще решила заняться активно сейчас своим здоровьем, еще в конце того года поставила себе такой пункт на этот год в планер, что нужно обязательно этот год посвятить себе. Сейчас прохожу различные обследования, УЗИ, также решила заняться зубами, хожу к стоматологу примерно раз в неделю, сдаю различные анализы, вот сегодня тоже еду к двум специалистам, тоже очень много занимает времени, плюс от детей никто не отменял, и уроки, подготовка, также везде нужно всех отвезти, съездить, поэтому, да, надеюсь, что когда мы переедем в дом, хотя бы на первый этаж, тут уже будет больше разгружено, не нужно тратить время, да, вот туда-сюда съездив, и освободиться времени, конечно, будет побольше, когда уже будет сделан хотя бы первый этаж. Я уже смотала всю гирлянду, всегда сматываю вот на такие вот, или втулки от, допустим, пергаментной бумаги, или от фольги, у меня здесь просто были такие картонки плотные, нарезаны, тоже очень удобно получаются, даже на них, наверное, удобнее получаются, потому что гирлянда достаточно длинная, 20 метров идет, и такой приличный комок получается. Притащила с балкона коробку огромную, еле ее вытащила оттуда, и сейчас буду убирать елку. Если честно, меня-то елка чуть не перевесила, потому что весит она в районе 40 килограмм, летая 100%, я, конечно, ее сложила не очень аккуратно, но мне нужно было ее вот хотя бы в коробку сложить и переложить в коридор туда, потому что Ваня сейчас должен приехать, и уже сложат более компактно и аккуратно, мы всю коробку обмотаем, как делаем каждый год, пленкой, и, конечно же, заклеим скотчем, чтобы туда никакая пыль, грязь, ссор не попадал, но одной, конечно, очень трудно ее упаковывать, потому что очень большая и тяжелая елка, поэтому жду Ваню, когда приедет, все с ним доделаем. Сразу же в кухне-гостиной здесь стало более просторно, даже теперь как-то и так нравится, я бы даже сказала, как-то пустовато стало, но ничего, это дело привычки, думаю, что за несколько дней к этому мы привыкнем. И думала, оставлять или нет на окнах гирлянду, все-таки подумала, нет, хочу сразу же за раз просто все убрать, смысла нету, наверное, на какой-то там месяц, может быть, недели три оставлять здесь гирлянду, поэтому сразу же беру шпагат и вот таким вот образом сматываю вот такие вот клубочки и каждый клубочек связываю. Времени тратится на это побольше, но зато потом, когда буду вешать на следующий Новый год гирлянду, то тогда я ее просто очень-очень быстро повешаю. На самом деле секрет вот того, чтобы хорошо и быстро повесить эту гирлянду, нужно постараться с этого года ее очень хорошо сложить. И сейчас хочу немножко еще вернуться к теме здоровья. Всегда вас мотивирую на какую-то готовку, уборку, создание порядка и уюта в доме, на декор, на какие-то преображения, преобразования. А сейчас, возможно, получится вас мотивировать на тему здоровья. Кто-то тоже, возможно, давно не посещал какого-либо специалиста, не делал УЗИ, не проходил то или иное обследование, откладывал все в долгий ящик. Может быть, тоже, глядя на меня, возьмете и соберетесь, пройдете какие-то обследования или элементарно сдадите какие-то анализы. Потому что нужно о себе очень сильно заботиться. Самое главное, что у нас это есть, это наше здоровье. Будет здоровье, будет все, будет и желание готовить, украшать, заниматься какими-то преображениями. Да, поэтому давайте, кто тоже, как и я, давненько не посещал каких-то специалистов. Вот я давно не была у эндокринолога, откладывала тоже сейчас, вот пойду. И других тоже нужно не посетить специалистов. Поэтому написала себе целый список и сейчас активно стараюсь заниматься своим здоровьем. Я сейчас снимаю последнюю гирлянду со второго окна и также уберу с кухни елочки. У меня там стоят розовые из фикс прайса и также две елочки из кухенленд на подносе стоят белые. Их пока убирать не буду, еще оставлю на несколько недель. Они мне очень нравятся, потому что белые, ненавязчивые и как-то даже так на себя внимание особо не перетягивают. Поэтому еще постоят, потом уже, когда будет дело ближе к весне, сделаю другое оформление на этом подносе. И сейчас принесла коробку, буду заниматься тем, что нужно убрать все лишнее с подоконника. Тоже здесь у меня образовался такой склад, подоконник здесь очень большой. И такое место притяжения просто всего на свете. Если не знаешь, куда положить ту или иную вещь, или думаешь, так вот, нужно это будет увезти в следующий раз на дом, туда на стройку, сразу же кладешь сюда. Поэтому сегодня решила, нужно просто все здесь освободить. Оставлю только планетарный миксер и переставлю его ближе к кухне, туда к обеденной зоне, потому что им пользуюсь регулярно. Делаю какую-то выпечку, замешиваю тесто. Также фарш готовлю в мясорубке. Дети сейчас очень активно пьют молочные коктейли, стараемся. Максимально израсходовать замороженные ягоды. Вожу из морозильного ларя из дома сюда в морозилку, потому что здесь морозилка маленькая, большой объем здесь никак невозможно хранить. Но так потихоньку стараемся возить небольшими объемами. И дети пьют с удовольствием молочные коктейли. Своего рода такие идут они витаминные, потому что сейчас как раз такой период. Очень многие болеют и как раз для иммунитета, ягоды, фрукты самое то. Дети с удовольствием пьют такие коктейльчики. И сейчас принесла коробки, собираю вещи, которыми мы на регулярной основе не пользуемся. Лежат они и занимают место, поэтому приняла решение все-таки отвезти туда уже сразу же к нам в дом. И тем самым здесь разгрузить шкафы. И потом, когда будем переезжать, также нужно будет меньше всего возить. Убираю весь декор, фонарики какие-то, которыми сейчас уже тоже пользоваться не будем. Принесла всю посуду новогоднюю, с кухни, чашки, блюдца, какие-то миски, пиалки. Также несколько наборов подсвечников оставила. Здесь только вроде бы один набор икеевский белых свечей. Они базовые, универсальные, в принципе подойдут ко всему. Остальные тоже решила увезти, чтобы здесь ничего лишнего не было. И какие-то статуэтки, которые тоже здесь у нас стояли на поверхности. Единственное, что из новогоднего декора, не убрала еще гирлянду в нашей спальне, нужно будет убрать. И также у детей в комнате висит икеевская звезда. Тоже попозже ее уберу, потому что они просили пока что ее оставить. Очень сильно торопилась, потому что Ваня сейчас должен приехать. Поедем с ним по строительным вопросам. Хотим съездить посмотреть двери межкомнатные. И также еще съездим за продуктами. А потом уже когда приеду, вечером буду мыть пол во всей квартире сразу. И еще хочу поделиться очень классной идеей подарка. Тем более впереди у нас праздники. Возможно возьмете на заметку. И сейчас хочу поделиться с вами посылкой, которая ко мне пришла из интернет-магазина Рандеву. Очень люблю этот сайт, этому сайту можно доверять. Заказываю там уже не первый раз. И все товары там только оригинальные. Посылка была очень качественная и надежно упакована. Все пришло в целости и сохранности. А еще с каждым заказом кладут вот такой вот подарочек. На самом деле это очень приятно. При выборе товара на сайте мне очень нравится удобная навигация. Например, есть разделы бетселлеров, новинок, ароматов со скидками. Кстати, сейчас проходит большая распродажа на сайте. Скидки на парфюмерию и косметику до 50%. Плюс у меня есть еще мой промокод, который суммируется с теми, что будут на сайте. На сайте огромный выбор аромабоксов. Я выбрала аромабокс номер 45. Избранные селективные ароматы унисекс. Мне понравился очень удобный формат аромабокса. И на мой взгляд, такой аромабокс может быть оригинальным и универсальным подарком. Также хочу обратить внимание, как выполнена коробка. Очень качественно и добротно. А также она имеет красивый, лаконичный и приятный дизайн. Впереди у нас праздники 14 и 23 февраля, 8 марта. И мне кажется, такой аромабокс будет просто отличным подарком. В наборе представлены целых 8 отливантов оригинальной парфюмерии по 1,5 мл. Флакончики выполнены из стекла. Такой набор дает отличную возможность как следует разносить аромат, потому что каждого флакончика хватает примерно на 35 распылений, что в свою очередь поможет избежать ненужных покупок дорогих полноразмерных флаконов. Также это отличный вариант обновить свой парфюмерный гардероб для тех, у кого нет возможности купить дорогой аромат в полноразмерной версии. И кстати, многие ароматы, представленные в аромабоксе, не всегда удается найти в офлайн магазине, чтобы можно было их протестировать. А еще сейчас набор можно приобрести еще выгоднее, так как на все наборы скидка 30%. И давайте сейчас поделюсь своим впечатлением, какие ароматы мне понравились. Очень понравились два аромата. Первый аромат это эксцентрик молекула 02. Это просто любовь с первого распыления, прекрасно носится, отлично раскрывается. Невероятный аромат, теперь хочу себе такой в подарок в полноразмерной версии. И второй аромат это монсера роза ваниль. Тоже очень приятный аромат, безумно понравился. И есть аромат, который мне не очень понравился из этого аромабокса. Это вот такой вот аромат. Но это также своего рода опыт, который убережет меня в дальнейшем от ненужных покупок. И внизу под видео я оставлю мой промокод, который дает дополнительную скидку на покупки и ссылку на сайт. Приехали с Ваней в салон, посмотрите двери. Как раз в этом же месте покупали двери 6 лет назад в нашу квартиру, которую мы продали. Двери отличного качества, прекрасно показали себя в эксплуатации. Очень-очень качественные, просто шикарные и красивые, стильные. И также очень мне нравится, когда двери идут такие тяжелые, увесистые, массивные. У нас двери были в классическом стиле. Слоновая кость. Сейчас мы хотим взять тоже классические, но больше современную классику. И в белом цвете, чтобы не повторяться. Но как-то 6 лет мы уже прожили со светлыми дверями, со слоновой костью. Опять покупать их, ну, как-то не очень. Наверное, надоест. Хочется что-то новенького. Также посмотрели фурнитуру. Хотим взять вот этого вот бренда от фирмы Морели. И у нас на той квартире ручки были золотые, ближе под бронзу. И все равно вот ручки, хоть какие качественные не купи, золото, бронза, она все равно начнется временем немножко стираться. Черную фурнитуру мы не рассматривали, потому что у нас черных акцентов не будет. Поэтому решили свой выбор остановить на белых ручках. Очень стильно, красиво смотрится белая ручка с белыми дверьми. Только единственное, что оказалось не так просто найти белую ручку. И где вот у нее идет крепление к полотну, чтобы она была не круглая, а именно квадратная. Потому что сейчас рассматриваем, чтобы полотно было именно вот с такими вот молдингами. На той квартире у нас были молдинги овальные, круглые, с такими линиями с изгибами. А здесь хотим более такое вот что-то графичное и четкое. Поэтому ручки тоже решили взять не с круглым основанием, а с квадратным. И к ним также нужно, конечно, подобрать было бедлые петли и замки. Оказалось, это не так просто. Золото очень много в наличии, черное вообще без проблем фурнитура. Конечно же хром. А вот с белым пришлось немножко повозиться, постараться. Но в итоге на менеджер все нашла и подобрала. Для нас важно, чтобы дверное полотно было единое, монолитное, без всяких стыковок сверху, снизу. Потому что такие двери намного качественнее и выглядят мне так нравятся, как больше. Вот такой вот вариант рассматривали. Это идет коллекция Брюггес. Думали взять с патиной, но все-таки от патины отказались, потому что она была не очень красивая. И сейчас как раз вот смотрим фурнитуру фирмы Морели. Как и сказала, искали что-то в белом цвете. В белом не так просто найти, как бы хотелось. Двери выбираем по каталогам, потому что то, что есть в наличии, нам не подошло. А по каталогам, конечно, ассортимент большой. И решили, как и в прошлый раз, заказывать именно таким образом. На квартиру, которую мы продали, тоже заказывали двери по каталогам. Конечно, сроки поставки большие, 45 рабочих дней. Обещают привезти пораньше, конечно. Но не знаю, очень надеюсь, что они подведут и привезут пораньше. Еще немножко поснимала. Есть вот такая вот классика в наличии, но нам как-то не очень понравилась. Сейчас нам не подходит. Вот такие вот двери, которые были у нас чем-то похожи. Такое идет вот слоновой кости. И как раз на полотне идут вот такие вот мягкие изгибы. У нас что-то было наподобие, только посередине был не круг, а овал. Фирма Westline, может кому-то будет интересно. И это, если я не путаю, вроде бы чебоксары производят. И как нам сказал менеджер, то что в том году, в 22-м, вот эти вот двери чебоксарские заняли первое место по качеству. Так что поделилась с вами, что заказали двери. Дверей нужно много, 12 штук. И заказали сразу же на весь дом. И на первый, и на второй этаж. Но, конечно, будем устанавливать сначала только на первый. Заказали, почему сразу же все, потому что партии могут отличаться по цвету. Также, если не заказать сейчас доборы, доборы тоже могут отличаться. Поэтому решили сразу же заказать полностью все. Кредитная карта Альфа-банка. Бесплатная навсегда. Сама летит к вам. Моментальная доставка в любую точку России. И снятие наличных без комиссии в любых банкоматах. Давайте сейчас покажу мой заказ Азон. Продолжаю заниматься покупками для нашей новой кухни в дом. Заказала себе вот такую вот миску для смешивания. Здесь очень хороший большой объем. Можно замешивать. Будет тесто на расстойку. Понравился очень. Вот такой вот принт интересный. Как будто бы соты. И очень-очень приятная такая нежно-фисташковая расцветка. Мне почему-то эта расцветка напомнила весну. Вот прям захотелось именно в такой расцветке заказать. И да, сразу же покажу фирму. Фирма называется Liberty Jones. И как раз у меня от этой же фирмы мой ковш для смешивания. О котором вы все время спрашиваете в последних видео. Обещала оставить на него ссылку, но не оставляла. Потому что ковш я покупала еще, наверное, в начале декабря. И сейчас их пока что нет в наличии. Фирма точно такая же. Может быть попытаетесь, вы найдете. Но вот у того поставщика, где заказывала я, сейчас их нет в наличии. Но ковшик мне тут очень нравится. И от этого же бренда еще решила себе заказать вот такую вот очень-очень красивую, классную, удобно-функциональную миску для приготовления теста. Или также можно будет какие-то различные салатики готовить и так далее. Следующее, что заказала, это вот такой вот контейнер от бренда Rotho. У меня есть вот такие вот наподобие контейнеры от фирмы Idea. Но у них нет именно в таком вот формате, в прямоугольном. Поэтому взяла подороже бренда. Потому что именно нужен был вот такой вот размер, такой формат. Здесь получается у нас объем 2,25 литра. И я планирую в таком контейнере хранить различные хлебцы. Попробую, если будет удобно, да закажу еще один под сладкие хлебцы. Этот я хочу использовать для разных ржаных, гречневых и так далее. Как раз сюда, думаю, что 2-3 упаковки смело поместятся. Хлебцы такие узкие, продолговатые и очень удобно будет вот в таком вот контейнере их разложить и хранить в выдвижном вот ящике или поставить куда-то на рабочую столешницу. Следующее, что заказала, это маска для сна. В последнее время очень увлекаюсь темой здоровья. Читаю различную информацию и прочитала о том, что рекомендуют спать в масках для сна. Даже если мы спим в темном, как нам кажется, помещении. Но, допустим, вот за окном светит фонарь, то все уже мелатонин вырабатываться не будет. И для этого рекомендуют пользоваться масками для сна. Не знаю, попробую, посмотрю. И потом, может быть, поделюсь с вами отзывом, допустим, в динамике, да, подслеживаю в течение месяца-двух, как у меня поменялось ли самочувствие, когда вот начну спать вот с этой маской. Маска выполнена из шелка. Очень приятно. Думаю, что на лице тоже будет очень тактильно, приятно в ней спать. И также еще к теме здоровья заказала себе весы. Очень давно не было у меня весов, наверное, несколько лет. Тут мне захотелось приобрести и приобрести не обычные, а именно умные весы. Выбрала вот такую вот фирму. Я уже распечатывала, смотрела. Красиво выполнены вот в таком вот дизайне. Весы светлые, как раз отлично подойдут для нашей новой ванны. Есть различные расцветки, есть такие же точно черные весы. Очень были шикарные на них отзывы. Отзывов очень много, поэтому все ознакомилась, почитала и остановила свой выбор на них. И вот здесь вот есть в инструкции QR-код, по которому нужно мне будет скачать приложение. Я еще не скачивала пока что. И вот здесь вот можно посмотреть, какие параметры будут отслеживать весы. Можно будет смотреть динамику в каком-то определенном количестве времени, в каком-то отрезке. Можно будет отслеживать вес, индекс массы тела, количество телесного жира, висцерального жира, количество воды, соотношение мышечной и костной массы, мышечной массы, костная масса, количество белков, скорость базового метаболизма, биологический возраст. Вот очень интересно узнать. Хочу сегодня установить приложение и посмотреть, какой биологический возраст скажут мне весы. Вот такие покупки у меня в этот раз были на Озон. И ссылочки постараюсь оставить все внизу под видео. Поделилась с вами своими новыми приобретениями. Очень нравится что-то искать интересное сейчас, приобретать заранее для новой кухни. Очень сильно это вдохновляет. И сейчас буду заниматься приготовлением ужина. Сегодня буду готовить очень быстрый ужин. И делюсь с вами такой идеей. Буду готовить морковные котлеты с добавлением мини-моцареллы. Дети такие котлеты просто обожают, уплетают их за обе щеки и всегда просят добавки. Обязательно приготовьте, надеюсь, что вам тоже понравится. Конечно, морковь можно заменить на сезонные овощи, допустим, на кабачок, тыкву. Тоже получается очень вкусно. Морковь беру одну штуку, с помощью блендера измельчаю и добавляю также к моркови яйцо куриное. Затем измельчаю хлеб. Я беру количество хлеба, исходя из того, сколько будет грамм мяса. На 500 грамм мяса я беру 100 грамм хлеба. Также с помощью миксера измельчаю. Я молоко не добавляю, потому что в принципе в моркови, в яйцах тоже достаточно молока. Но если вы чувствуете, что котлеты идут суховатые, можно сразу же фарш добавить. Я так иногда делаю, получаются тоже котлеты супер вкусными. Добавляю лук, тоже измельчила с помощью блендера. И, конечно, фарш. У меня здесь индейка и свинина. Я беру примерно грамм 600. Также, если фарш получается суховат, можно добавить еще одно куриное яйцо. Из специй буду добавлять соль. Также нравится добавлять хмели-сунели и немножко черного молотого перца. Все тщательно перемешиваю и сейчас будем лепить котлетки. Показала сухари, которые беру, наверное, в декабре показывала вам, покупала. Их очень-очень вкусные. Сейчас в основном какие-то котлеты, шиницели и так далее, рыбку. Всегда готовлю с помощью вот этих вот сухарей. Фирма вроде бы называется Милдори. Если нужно будет, ссылку внизу оставлю. Очень вкусные сухари получаются. Великолепная панировка. И беру котлетку, тщательно в руках отбиваю и делаю вот такую вот тоненькую лепешечку. И во внутрь каждой котлетки кладу мини-моцареллу. Затем все очень тщательно запечатываю, чтобы во время приготовления моцарелла у нас ни в коем случае не вытекла на сковороду. И затем обваливаю вам в панировке. У меня примерно из этого количества получается 13-14 котлет. Котлеты идут среднего размера. Я беру сковороду 28 см в диаметре и на такую сковороду прекрасно такое количество котлет у меня помещается. Котлеты ставлю обжариваться сначала без крышки, с двух сторон до золотистой корочки. А потом буду накрывать их крышкой и уже доготавливать до готовности под крышкой. И благодаря вот этой вот панировке котлеты получаются очень красивые, золотистые, с хрустящей корочкой. Просто великолепные сухари. Очень довольна, что их купила. Котлетки вот такие красивые. Сейчас их дожариваю. И еще хочу приготовить сегодня вкусный салат. Готовится он очень-очень быстро, но улетает просто вмиг со стола. Мои все такой салат просто обожают. Показываю вам котлеты. Уже приготовились. Вот такие они получились красивые и очень вкусные, сочные и нежные. Обязательно приготовьте с морковкой и с моцареллой. И сейчас подготавливаю ингредиенты для нашего салата. Этот салат в нашей семье мы называем а-ля Цезарь. Конечно, это не оригинальный рецепт, но получается тоже очень вкусно. Беру батон нарезной, нарезаю вот на такие небольшие кубики. И сейчас будем делать сухарики. Я беру один батон. В принципе, всегда мне такого количества хватает и на салат. И потом, возможно, в ближайшие дни буду готовить тыквенный суп. Тоже эти сухарики у нас еще останутся. К сухарям добавляю сливочное масло, растительное масло. И также добавляю и специи хмели-сунели. Именно в этом салате люблю, когда сухарики идут с этой приправой. Перекладываю все на противень. И также сверху раскладываю небольшие кусочки сливочного масла. Духовой шкаф я уже разогрела до температуры. Которые 180 градусов, верхний, нижний нагрев. И готовится сухарики будет примерно минут 10-12. Периодически нужно будет дверку шкафа открывать и перемешивать их, чтобы они не подгорели. Пока сухарики готовятся, занимаюсь нарезкой других ингредиентов. Беру пекинский салат, пекинскую капусту. И шинкую вот на такие небольшие кубики. Стараюсь брать только зеленую часть, белую часть отрезаю, но не выкидываю. Она прекрасно подойдет на следующий день для приготовления овощного салата. Все же в этом салате лучше использовать верхнюю часть, где листики идут мягкие и зеленые. Конечно, можно вместо пекинки использовать салат айсберг или романа. Но так как пекинка была по акции, я все-таки решила взять ее. Получается нисколько не хуже. Поэтому, да, можно готовить и с пекинкой. Затем берем сыр сулугуни и сначала натираю на терке, вот на такие вот слайсы, на специальные насадки. А потом просто хаотично ножом прохожусь и рублю сыр на более мелкие лепестки. Берем филе индейки и режем на небольшие кубики. Вместо индейки можно использовать куриное филе, говядина тоже будет очень вкусно. Но вот мои дают более предпочтение именно индейки или курицы. Вообще сейчас стараюсь готовить больше что-то с индейкой. Красное мясо мои вообще не любят, если только в фарше. Когда я делаю смешанное, допустим, курица-свинина или индейка-свинина, тогда еще едят. А вот так вот не очень любят ни муж, ни дети. Я, в принципе, тоже равнодушна. Перекладываю индейку обжариваться на сковороду на среднем огне. Добавляю немножко черного молотого перца, соль по вкусу. И все обжариваем до золотистой корочки. Индейка готовится очень-очень быстро. Тем временем приготовились наши сухарики. Вот такие они получились очень красивые, золотистые, хрустящие и безумно вкусные. Обожаю домашние сухари. Стараюсь никогда не покупать. Магазинные. Потому что именно с домашними сухарями салат получается еще более вкусным. Все, индейка тоже приготовилась. Буквально за считанные минуты перекладываю ее в пиалку. И отправляю на балкон немножко остыть. Затем перекладываем в миску салата. И сейчас остается нам только сделать заправку. У меня заправка готовая. Я покупаю соус для Цезаря. Получается тоже очень вкусно. Добавляю его. И также, если ощущаете то, что немножко суховато, у меня был всего лишь один соус. Если было бы два, я бы добавила где-то полтора на такой объем. Но так как у меня был один соус, я еще добавила немножко майонеза. И также пробуем на соль. Если соли недостаточно, то добавляем еще соль по вкусу. Затем все тщательно перемешиваем. И вот такой очень вкусный, сытный салат готов. Все у нас его очень любят. И со стола он улетает просто вмиг. Кто так не готовил, попробуйте. Думаю, что вам очень понравится. И сейчас остается только мне положить салат по тарелкам. Красиво засервировал. Добавляю к салату сухарики. И также сверху еще немножко сыра сулагуни потерла на самой мелкой терке. Вот такая красота получилась. И на этой вкусной ноте буду заканчивать сегодняшнее видео. Хочу сказать огромнейшее спасибо, что нашли время и заглянули ко мне в гости. Вам же хочу пожелать крепкого здоровья. Берегите себя. А мы уже увидимся с вами совсем скоро. До новых встреч. Пока.